Володя Шейнин очень интересную тему затронул, как связано наше время и время 30-50-х годов, например, репрессий. И прозвучала такая мысль, что с одной стороны их не стоит сравнивать, потому что, понятно, ситуации разные, вообще все, наверное, разное. А с другой стороны есть то, что, наверное, во все времена одинаково, это психология людей. И, в принципе, меня всегда интересовала психология насилия, то есть как человек доходит до того, что он становится на стороне карающего, на стороне репрессирующего. Почему вообще с ним это происходит? Вот, и я уже рассказывала про альбом «Один страшный день», и я это немножечко там исследовала. У меня есть песня под названием «Извинись». Я ее сегодня петь не буду, потому что она содержит бранные слова. Но историю расскажу. У нас был в Северном районный активист, который занимался проблемами ЖКХ. И в какой-то момент он, видимо, стал мешать кому-то в верхах управе. И на него, соответственно, наслали ребят крепких, условно-кавказской национальности, которые его несколько раз побили. Соответственно, он обращался в милицию, но милиция ему помочь ничем не смогла. В итоге он уехал из поселка. В общем, получилось так, что за него никто не вступился. И я написала эту песню, и если вкратце, для меня этот вообще феномен насилия состоит в том, что, во-первых, почему люди это делают. Понятно, что там есть человеческая подлость и все такое. Но, во-первых, люди получают власть. Они, естественно, ощущают себя в какой-то мере безнаказанными. То есть за ними стоит какая-то сила. И когда человек получает власть, в общем, очень, наверное, мало людей существует. Кому сложно в этой ситуации удержать себя в руках и не начать проявлять какие-то там свои качества худшие. А во-вторых, сейчас очень многое из того, что происходит реперсивного, оправдается тем, что, например, как оправдывают нашего президента. Слова примерно такие. Ну, он, конечно, то-то и то-то делает, он такие-то и такие-то гадости делает, но зато он сохранил страну. Зато он не дал стране развалиться. Зато он отражает различных иноземных захватчиков. Благодаря ему мы целы и никто нас не завоевал. То есть вот такая штука, как акцент на внешних врагах. И вот он, наверное, этот момент, он наиболее важен. То есть человек, когда он ощущает, что есть враги, да, у него есть настрой, он начинает людей, других людей, которые, там, по его представлениям на стороне врагов, он, соответственно, да, вот, как Володя спел, он начинает их расчеловечивать просто. Вот такая вот интересная история. Вот, и, в общем, я спою... И вместо песни «Извинись», я спою другую песню «Сверхъестественный отбор», в общем, о человеческих путях, как происходит человеческий выбор, в принципе. «Извинись», я спою другую песню «Сверхъестественный отбор» «Сверхъестественный отбор» «Сверхъестественный отбор» «Сверхъестественный отбор» «Твою судьбу не покажет» «Ни один прибор» «Человеческой природе наперекор» «Идет неестественный отбор» «Сверхъестественный отбор» «Сверхъестественный отбор» «Листочек с личным делом» «В топку готов приговор» «Не важен хромосомный набор» «Сверхъестественный отбор» «Сверхъестественный отбор» «Сверхъестественный отбор» «Твою судьбу не покажет» «Ни один прибор» «Человеческой природе наперекор» «Идет неестественный отбор» «Сверхъестественный отбор» «Листочек с личным делом» «В топку готов приговор» «Не важен хромосомный набор» «Сверхъестественный отбор» Не важен хромосомный набор, сверхъестественный отбор. Не важен хромосомный набор, сверхъестественный отбор. У нас была команда «Город Маконда», и она нам помогала забивать концерты. Ну, в общем, мы общаемся и по сей день. И она недавно выложила, как раз вчера, свою историю. Меня всегда интересовало, почему у нее такая интересная фамилия Бертоци. Оказывается, ее дедушка Алинта Бертоци, он приехал в свое время в Россию. Спасаясь от Муссолини. И он в итоге попал в лапы НКВД. Он был арестован в начале 1938-го и расстрелян через несколько месяцев. Вот такая вот история, которая говорит о том, что среди нас, среди всех, с кем мы общаемся, могут быть такие, у каждого могут быть такие предки. И хорошо, очень хорошо, если люди об этом знают, и особенно если они этим делятся. Мне кажется, это очень важно не забывать и знакомить всех окружающих с этими историями, потому что я говорю сейчас очень много спекуляций на тему, что вот этого не было, бессмертный барак придуман, все это там сфальсифицировано, сымитировано. Вот, и мне кажется, что таких доказательств, которые должны подтверждать те времена, должно быть, ну, то есть должно быть больше. И они должны быть. Пусть люди об этом знают, не забывают. Пусть люди об этом знают, не забывают. Я желаю голову, как двадцать лет назад, Один радужный фонтан, А вокруг заплетен дикий виноград, И у порога цветет каштан. Мне казалось, не один заповедный час До смертного порога дан. И протяни лишь руку, вот он здесь пред нас, Дом, где цветет каштан. И казалось мне, и только мне, Он был обетован. Тот самый дом, над которым Свой дивный цвет Распустил каштан. Мне бы голову тридцать лет назад, Когда знала любой ответ. И я вдыхаю этот каштан на цвет, А подойти не могу, нет. И совсем не важно, где я родилась, Я навечно из этих мест. За порогом яблоня огнем налилась, Светлый дом и за каштаном крест. И не важно, побывай, Сотни сказочных мест, Обойди весь невероятный свет. Не отдашь и тысячи звезд и планет, За один этот каштан от свет. Субтитры создавал DimaTorzok Всякая зреет и у всяких плодов Есть свой особый час. Драгоценная, правилька ремет Цвет твоих любимых глаз. Я живу давно, и меня не проймешь Обычай, дорогой братан. Но запросто кидает в дрожь Напоминание о доме, где цветет каштан. Но что я могу, кроме битвы, За чудо, за то, о чем здесь пою? Нас немало таких, не стесняясь, Шлют, изломавших судьбу свою. Не узнавших звезду Восходящую срок, Уничтоживших свой рассвет. Но даже если не пустят, И на порог не сгубить бы каштан от свет. Не бы голову, как много лет назад, Жил то ангел в ней, то шайтан. А вокруг заплетен Дикий линоград, И у порога цветет каштан. И у порога цветет каштан, Навечно в сердце моем каштан. Пару слов сказать. Да, Мария. Конечно, Мария. В общем, тоже эта песня, эта история может быть не связана совершенно с темой. Ну, она косвенно может быть, она, наверное, косвенно связана. Это песня про место в Южном Бутово. В общем, это уже личная история места, где была наша деревня. И дом, который у нас отобрали, точнее не отобрали, половину земли, которая у нас была, у нас отобрали вот уже теперь, когда в Южном Бутово началось строительство коттеджей. То есть это уже в наше время история конца 90-х, начало 2000-х годов. Нам пришлось остатки, то, что у нас осталось продать, и съехать оттуда. Ну, я к тому, что все, к сожалению, повторяется, что точно так же, как большевики там отбирали, отобрали дом, когда-то у моей прабабушки, так же новая власть совершенно теми же способами отобрала у нас наши, можно сказать, родовые мини. Это тоже, не знаю, своего рода, это, конечно же, не репрессии, никто не погиб, но, в общем-то, методы очень похожие. Вот, и последнюю песню, которую я хотела спеть, это песня «Закон», старая песня. Ну, наверное, тут уже много было сказано, что, чтобы с нами не случилось, нас спасет только один закон Божий. Ценою бреши в пробитой стене, Ценою знака при ответе извне, Ценою тех, кто рядом со мной, Ценою этой ради жизни иной, Ценою прогулок в меж этажей, Ценою того, что за мною уже, Ценою всего подчиняюсь твоему закону. Ценою забытых, нетолкованных фраз, Ценою того, что дается на раз, Ценою отмены уготованных встреч, Ценою выпада на скорую речь, Ценою того, что удалось превозмочь, Ценою того, кому уже не помочь, Ценою всего подчиняюсь твоему закону. Ценою слов на помятом клочке, Ценою чести при позорном тычке, Ценою просьбы при церкном бреду, Ценою того, откуда так не лыду, Но ради тех, кто ждет и не ждет, Ради того, что к тебе приведет, Ради всего подчиняюсь твоему закону. Спасибо.